так зашли вы внутрь как это выглядит во-первых здесь проблема с парковкой мы конечно нагло проканулись вот свой гусик но по идее здесь парковаться нельзя чтобы понимать и парковка на русской документе вход стоит счет скажу сколько 7 евро взрослому и 4 не 6 его взрослому и 4 ребенка значит сначала можем пойти пройти виртуальный тур о том как собственный проектировался и строился мост и после того как мы проходим виртуальный тур мы поднимаемся по такому замечательному лифту виртуальный тур мы допускаем а здесь есть кстати туалетик есть камера хранения и пошли в наш виртуальный тур и 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 революция примерно такая как вот у россиян с крымом тему здесь не погиб ни один человек и причем поменялся строй общественно вот из тех пор в честь этого назвали мост 25 апреля если не эта дата то про эту дату бы никто не знал а сейчас весь мир знает дату 25 апреля потому что это одна из основных за в сопримечательность которые находятся в рисобоне если вы были в рисобоне вы обязательно должны посетить статую христа поесть паштелью дебилем они на ту и так же побывать на этом мосту бетонной инсталляции и здесь собственно говоря дата расчеты и прочие интересные вещи но если вы строитель же это вам безусловно должно быть интересно если нет если турист то вы просто идете за порцией адреналина мы выбираем второй вариант здесь мы видим копию лиссабоны в миниатюре и всю в принципе разрядку то есть вот так выглядит мост если кто не знает он расположен на двух основных опорах и заканчивается статуя креста и здесь основные даты его например ну первая попытка была 1824 году его построить происходили разные с ним чудеса и наконец-то мост заработал в каком у нас году 1958 нет 74 году был закончен мост мост обошелся в один миллиард сто миллионов евро и строила его три а то есть англичане французы и португалы скинулись на троих и теперь они поставили вот такие автобаны проехать по мосту стоит 5 евро и теперь они стригут капусту 40 лет а потом мост придет собственно государства ну суде подобного не бывает так так мы сейчас мы со всеми а и входим в эту замечательную башню то есть сейчас попадаем на лифт так мы заходим зал один и здесь мы видим здесь видимо а здесь просто идет звуковое какое-то оформление не 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 вот здесь в принципе пошло видео то есть ты находишься внутри в опоре моста здесь ты слышишь звуки моста похоже наверное на что-то адское такое страшное и проектор выкидывает какие-то какие-то вот непонятные абстракции то есть явно тебя подготавливают к чему-то ужасному ну ладно пройдем это очень понятно страшно поезда дельфины чайки врачевич здесь мы можем видеть насколько высок мост то есть над нами сетка которая говорит о том что мы находимся под водой то есть мы сейчас под водой над нами вода а дальше выше находится вот такой замечательный мост включается подсветка что это такое зашипела зашумела то есть здесь есть анимация нас здесь просто пугают сейчас то есть находишься в черном зале и там ты еще раз подумай прежде чем подниматься наверх ты можешь упасть под воду страшно хочу ладно испугались мы хотим а теперь лифт медленно за нами спускается имитация под что мы дорожные рабочие поэтому здесь вот такая анимация брутальная и мы дорогу сейчас строим поднимемся час на каретки для того что производить дорожные работы прямо как фильмах ужаса елки-палки все очень серьезно приезжает каретка музыкальном сопровождении с адскими звуками и сейчас мы поедем наверх что же адреналиновый аукцион начинается куда ехали не здесь есть какие-то педальки ну и сейчас по задумке мы видим и вылезем наконец-то из этого моря до из речки этажа и поднимемся на какой-то другой уровень выглядит довольно интересно здесь идет инсталляция звуков моста скрипы вечер электричка машины все звуки которые издает этот мост похоже на какой-то мы будем честно говоря похоже не то на какую-то компьютерную игру не то как это называется когда там в комнатах я закрывает и все разгадываешь ты квест вот похоже на квест какую дверь нам пойдешь налево пойдешь коня потеряешь пошли так здесь какое-то непонятно я понял это стропы этого моста и мы можем видеть количество строп и натяжной механизм это натяжной механизм который натягивает эти стропы и они издают такой ужасный звук слышнему то есть он передает звук ветра жизнь честно говоря это не анимация проехала электричка и звуки очень похожи на тех что нас пугали они не пугают они на самом деле такие все-таки это монстр это действительно огромный монстр один из самых небольших больших европе сооружений третий по величине по моему после сан-франциско и токио так как можно видеть за моей силой это по моему самый безопасный аттракцион потому что на каждом этапе тебя сопровождает охранник мосты и все переправы такого рода они всегда как бы повышенные опасности они всегда с особого доступа к безопасности и они всегда охраняемые потому что если этот мост взорвать вы понимаете какая сумма будет причина этому государству поэтому вы здесь всегда будете сохранить но сейчас мы поднимаемся наверх и это выглядит то есть сейчас реально мы поднимаемся на высоту по моему двадцать семь или двадцать шесть метров для того чтобы сделать селфи и посмотреть на тежу и на собственные старый лиссабо все мы поднимаемся больше мост сейчас мы находимся за клеткой именно в мосту вот это мост и вот это аттракцион для тех кому не все равно ну алёна это какие ощущения ощущения это не высоко а ты сядь там аккуратно максимальное ощущение просто супер максимальное ты здесь все и слышишь и видишь и очень хорошо что тебя заранее подготовили насколько это все стрёмно если честно ну да цепляет цепляет этот наличие здесь есть безусловно и Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok